Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хвабата Левовод «Обязанности сердца». У нас идет 101 занятие. Ворота пятые. Называется «Посвящение наших дел». Мы посередине пятой главы, уже много занятий, разбираем одну из самых центральных тем, которая касается каждого из нас. Что именно нас? Что такое мы? Кто там прячется? Оказывается, что у нас есть мое «я» и есть тот, который украл наше «я», который слышится больше, чем я сам. Это наше, так называемое, дурное побуждение. Урок за уроком раскрывает нам, Рабейн Убахи, все стороны, все возможности нашей борьбы с нашим же дурным побуждением. То есть, есть много возможностей, как не идти по прямому пути. Каждый понимает о том, что если прямая линия одна, а не прямых и много, поэтому путь к Творцу он один. А вот каким образом не идти к нему? Видите, приходится урок за уроком разбирать. Каждый раз другой подход. Дурное побуждение не дает человеку выполнить митцву. Не дает ему возможность выполнить доброе деяние. И тем более, как тут сказано, посвящение наших дел, если уже собираемся выполнить, не даст нам выполнить с должным намерением, а украдет это намерение, направит его куда-то в другую сторону. Сколько этих сторон, вот столько мы их выясняем, проясняем. Тут прям энциклопедия дурного побуждения. О нем снова каждый раз говорим заново. Дурное побуждение никогда не сдается. Оно никогда не оставляет человека, чтобы не пришло нам в голову о том, что на каком-то этапе мы победили его. Теперь оно уже вроде нас не больше не надо с ним бороться. Предположим, предположим. Оно только каждый раз будет менять свое проявление. И до секунды, даже секунды перед смертью, нас не оставляй. Поэтому, снова и снова надо знать, что вся жизнь, это борьба, вся жизнь, это война. Война с кем? Со своим дурным побуждением. Если нам удастся воевать с самим собой, ну, тогда мы будем жить в мире со всеми остальными. А если захочем жить в мире со своим этим дурным побуждением, то есть не мешать ему, не бороться, тихо, спокойно, то неизбежно будем воевать со всеми вокруг. Фразу уже мы повторяли много раз, ее повторим еще раз, еще раз, чтобы степенно дошло до сердца, насколько важно, чтобы вся наша жизнь, она была, чтобы мы не искали легкой жизни, ах, как говорят. Знаете о том, что вся жизнь, это борьба. Евреи начинается со слов лех-леха, иди, иди, все время в движении, все время это надо сделать какое-то усилие, не сиди. Ноах, 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 это один из того, кто должен был быть, в принципе, мессией, он должен был привести освобождение в мир, ему не удалось, когда ищут ему какое-то осуждение, как есть у нас у мудрецов, то есть даже до такой степени, что находят его в его имени. Его имя было Ноах, то есть он как бы, Нах, он покоился, да, он не, он не был идущим, он не искал, он не был, как Авраам Авину, который с самого начала, ему творец говорит, лех-леха, иди себе, и вся его жизнь была, одна сплошное движение, все время изменения, то же самое, и Цихак, и то же самое, и Коповину, все, и заканчивается, как известно, Мошер Абейну, его последняя глава, где говорится о нем, ва елех Мошер, и пошел Мошер, то же самое, закончается тем же самым, идти, те же самые, каждый раз, чтобы у нас было, было это движение вверх, в сторону каких-то изменений, евреи это не спокойная жизнь, кто хочет спокойной жизни, не надо записываться в евреи, но только это беспокойство, оно надо знать, как в этом беспокойстве рулить, надо знать, что может нас действительно погубить, а что наоборот, когда мы чувствуем, что Ецарара нас не, дурное побуждение нас не преследует, это самая большая опасность, это значит точно, мы что-то уже вообще не видим, уже перестали ощущать это, но все время, с воюет с нами, все время хочет забрать у нас, нашу душу, наше будущее, давайте перейдем еще к одному, его происку, когда дурное побуждение потеряет надежду собратить себя описанным выше способом, оно постарается подойти к делу с другой стороны и скажет тебе так, все, что ты хочешь достичь в служении Творцу, в том, чтобы оно было посвящено лишь ему, может достичь и позднее, в будущем, даже тогда, когда тебе останется жить один день, если ты довершишь служение Творцу, подавающий образ в течение одного лишь этого дня, перед смертью, то удостоишься у него вечной награды и спастешься от наказания, ведь тебе ведомые пути возвращения к Господу, и ты знаешь, что Он примет тебя, если только послужишь Ему от всего сердца, даже в этот один день, как следует и как требуется, не приводит Асмахту, не приводит источник, это мы знаем из Талмуда, из многих мест, откуда Он берет это, о том, что Творец действительно принимает человека грешного, который грешил всю жизнь, в последний день, и были такие, которые удостоились грядущего мира за один день, тот самый последний в их жизни, который действительно был проведен, как тут сказано, действительно в настоящее чуве, в настоящее сожаление, исправление своих дел, и они удостоились грядущего мира, как тот человек, который всю жизнь за это боролся. Хорошая идея. До такой степени, что внутри появляется, а я что, как тут у нас в Израиле говорят, фраер? Люди живут нормально, хорошо, в своем удовольствии, всю жизнь, оставляют это на последний день, делают это с успехом, и смотрите, доставятся тех же результатов, так что я должен, почему я должен так страдать, себя ограничивать? Это чува уже, знаете, откуда этот чува, отсюда, все знают этот ответ, этот ответ тут написан, да. Более того, я не думаю, что нужно даже обращаться, раз он обязывает дать подобный ответ, но это, надеюсь, может быть, для многих из нас, уже с этой стороны, наше дурное побуждение не подъедет. Ну, есть много людей, я лично знаю, которые, молодых людей в основном, которые, они говорят, смотрите, все правильно, все хорошо, я буквально цитирую, да, но я пока не, лет через 5-6, дайте мне пока, чуть-чуть, мне надо еще съездить туда, надо поехать, то посмотреть, надо тут еще пару девушек, надо разобраться, там это, может быть, со временем, я понимаю, все верно, все хорошо, но пока не созрел, не созрел, не созрел. Один слышал, сказал, что, смотрите, о чем вы говорите, есть известная личность, которая там 45 лет, пришла к Чуве, видите, стал становиться, замените, ну, мне пока 32, но у меня пока еще есть время, а у меня 45 тоже, а когда пришло 45, вы смотрите, сейчас возраст у людей, в принципе, долгожизни, он продолжил, увеличивается, каждый раз, говорят, сейчас 80 уже люди живут, ну, значит, надо пока еще, пока еще, вообще чувствую себя очень хорошо, много еще не успел, значит, ну, еще можно жить. Эта тема еще актуальна, не для всех, но для некоторых вполне, в принципе, придите на любой семинар, в Архиме, или тот, вы увидите, там встретите людей, которые уже с точки зрения разума, с точки зрения осознания этого, они уже пришли к правильным выводам, то есть к выводам о том, что есть творец, и да, надо жить согласно еврейской жизни, все нормально, но, ну, смотрите, ну, пока я не созрел, пока я не могу, действительно, инерция жизни, привычки, не дают нам сразу перестроиться, есть, есть, есть и такое, но есть, которые из этого делают идеологию, вместо по-простому того, чтобы сказать, не могу, ну, не получается, я просто вот, как, как, как наркоман, то есть я привык уже к этой жизни, я не могу ее оставить, и просто так, я понимаю головой, что нельзя это мне есть, и это нельзя смотреть, и это не надо делать, аааа, привык, не могу, и что делать, да, да, честный человек, постепенно, постепенно, отойдешь от этого, но есть, которые из этого идеология сделают, говорят, видите, как тут, давайте, оставим это все через какое-то время, и вот, тогда с успехом мы это сделаем, а еще найдут, как мы говорили, дурное побуждение, всегда находят, оправдание себе в самой Торе, действительно, мы находим собой Торе, видите, человек, последний день, не будем описывать, кто знает, тот знает, что этот человек, чем он занимался, и описывается его жизнь, в Талмуде, и действительно, в последний день, в один день, он вдруг осознал, все, что произошло с ним, и настолько пришло сожаление, ему содеянное, что он умер от этого сожаления, он умер в этот день, он сгорел сам от этого сожаления, и он удостоился, сказано, что это аббат-коль, вышло, как бы, голос с небес, и сказал, удостоился он, грядущего мира. И придет к нам подобная мысль, снова и снова, как можно бороться с этим дурным побуждением, практически невозможно, и тем не менее, как это, да, возможно, только силой разума, нет ничего, кроме этого, когда мы скажем себе нужные доводы, правильные доводы, то немного света разума, оно изгонит много тьмы этого дурного побуждения. Что же ответить? Вот, ответ вам уже один известен. Какой? Его все знают. собираешься сделать чугу, сделать исправление в своей жизни, сожалеть о задеянном, в последний день своей жизни, ты планируешь это? Есть кто планирует конец твоей жизни? Ты планируешь, может быть, свое исправление в конце жизни, но есть кто планирует, когда твоя жизнь, она завершится? Человек никогда не знает, когда он умрет. Никогда. Ни один человек не застрахован. Нет людей застрахованных. Есть люди, которые думают, о, смотрите, во, вот это большой праведник, это большой раввин, знаток Тор, и то, ну, они долгожители будут жить. Мы не видим права, мы видим, видим людей, которые являлись такими, скажем так, непредставителями праведности в этом мире. И, смотрите, дотянул до 82 лет, умер даже в почести, и вот вполне, так сказать, продлили ему жизнь, чтобы показать, что не только у еврейских мудрецов они там спортом не занимаются, и так один за другим, там, доживая до 100, до 110 лет, показали нам, видите, есть такой, есть такой, нет, никто не застрахован. Есть, которые ходят в юном возрасте, которые в втором возрасте, никто не застрахован. Хачбанат Шамая. Собирались одно, Каташ Бархунал приготовил другое. Но тут есть еще один ответ, который, он важен для нас. Но ты выдвинь в ответ на это свои верные довы. Ответь злобному побуждению так. Как можно ждать до последнего дня перед смертью, если я не знаю дня своей смерти? Вот это источник того, что я не знаю дня своей смерти. Разве не сделаю себя подобным тому, тому царскому рабу, который верил, что царь не удалит его от себя во все дни его жизни, и допустил, чтобы сердце его соблазнилось погоней за удовольствием этого мира. Он положил все свои силы, чтобы достичь их, так, что служение царю сделалось ему обузой. И вот он вызвал внезапно царю, чтобы дать отчет о служении. И у него не было у него что ответить, и не было оправданий. И он был прогнан с царской службы, изгнан из всех городов царства, и ушел от царя бедным, со скорбным духом, из-за того, что ничего не приобрел за все то время, что служил царю, когда мог сделать это. И остался он на всю жизнь бедным и нуждающимся во всем, стынающим и страдающим, скорблящим и отверженным до дня своей смерти. Два ответа тут он дает мне. Первый ответ, все его знают. Хочешь сделать исправление, приблизиться к Богу в последний день твоей жизни. Да, какая ошибка, ты же не знаешь, когда день твоей жизни. Более того, смотрите, что человек делает? Он говорит, спасибо, ты мне дал то, это хорошо, я тебя отплачу, ну дай мне пока тут заняться своими делами. Подожди чуть-чуть, подожди, я не ухожу, я не говорю, что я не приду, я не говорю, а то у тебя нету, нету, я просто говорю, подожди чуть-чуть, подожди, подожди, я дам. Смотрим, у человека какое-то, бывает такое, знаете, несчастье, какие-то проблемы. Ну, где мы его найдем? Он же человек, условно говоря, верующий. Смотришь, он стоит уже, это котель, около стены плач, а тут же прибежал, мой, ну, помоги мне, папа, что должен ответить ему Бог? Что ты мне говорил все время? Подожди, ну, я тебе тоже отвечу, подожди, я тебе отвечу на твою молитву, ну, я знаю, к концу твоей жизни, я знаю, когда через год, через два, через десять лет, я тебе отвечу. Как люди могут приходить к стене плача и что-то там просить? Скажите мне, как это вообще, как это, милый человек, который тебя посвящает, служению, и не отодвигает ничего ни на секунду. Почему? Есть у него обязанность. Он соблюдает то, что нужно соблюдать, делает то, что нужно делать. Почему? Это повеление самого Творца, повеление Господина, повеление Царя. Но если человек это сознательно, простите внимательно, сознательно отодвигает и говорит, подожди, вступает в действие мера за меру, ты мне говори, подожди, я тебе говорю, подожди. ты хочешь это, хочешь здоровья, хочешь, что твои близкие не страдали, хочешь, чтобы тебе не было никаких проблем на работе, я знаю, там, с соседями, ты мне молишься, я тебе подожди, подожди. А еще потом жалуется, что-то я молился, да, оставил записочку, и ничего не поменялось. Видите? Вот, вот, видите, утверждение. Это, но ответ он гораздо, гораздо, он, он, он проблематичнее, он, он тут, ведь это, в принципе, как, на что это подобно? Человек нанялся на работу, предположим, нанялся на работу, и его нанял, скажем, какой-то большой человек, тут его зовут царем, предположим, пофантазируем, царь нанял человека на работу. Первый день он пришел, начал работать, посмотрел право-влево, а где царь? Он говорит, а его тут нет, это же царь, он тут не приходит. На второй день смотрит, никого нет. На третий день, он говорит, а меня царь интересовался, я тут работаю, они работают. Он говорит, нет, смотрите, царь, я не думаю, может быть, на четвертый день он уже, так сказать, особенно не стал работать, на пятый день вообще перестал работать, смотрит по сторонам, никто не следит, никто не, особенно ему ничего не указывает. Говорит, меня царь звонил, говорит, нет, не звонил. А что работать? Для чего работать? И ЦУР в конце месяца получил зарплату, потом смотрит, прошло два месяца, вообще не интересуется, посередине работы уехал за границу, вернулся, на Сымхаим, делай, как по-русски, не знаю, как это, Сымхаим. Наслаждается жизнью человеку. Где-то через три месяца ему звону, иди сюда. То, тебя вызывает, царь вызывает, ну, царь вызывает, говорит, ну, я принял тебя на работу, ну, расскажи, как ты работаешь. У меня нету, ну, скажи устно, что ты успел сделать, что я, я тебе плачу, плачу, почему ты не работаешь? Я тебе доверил, я ждал тебя, что ты будешь примером для всех рабочих, и смотри, что ты вообще опоздорил себя, опоздорил все это. Выгоняю тебя, не даю тебе никаких этих пиццуим, этих каких-то, компенсации никакой, ничего, вообще, это будет из всех мест, где только можно, нет допуска вообще никаких мест работы, там, где я царь нахожусь. А так как я царь, то у тебя вообще не будет ни работать, ничего, как тут сказано, стенающий, страдающий, скорбящий, отверженный до дня своей смерти. Это человек, это человек, который сознательно, сознательно получает, а от Верца все. Он хочет делать хаим, да, он хочет наслаждаться жизнью. Обратите внимание, и жизнь сама по себе отдана ему в подарок этим творцом. Плюс возможность наслаждаться жизнью, точно так же она сотворена для него в той же степени и подарена ему. он пользуется всеми другим. Ему как бы зарплата идет, а работать не хочется. Это то, что человек будет отвечать. Что ты тянул? Что ты тянешь? Получаешь, тебе дают, это дают, это дают, это дают, это дают, и ты говоришь, подождите меня, я зарплату хочу, а это потом, выгонят его из всех мест. Это то, что каждый из нас должен сказать своему дурному побуждению в момент, когда наши эти мысли посетят нас. О том, что, конечно, да, я буду человеком религиозным, да, я поставлю кипу на голову, да, я там одену бутвели, но у меня есть план, пятилетка, через пять лет, через десять лет, кто так делает, не сможет оправдаться. Предположим, что человек не попал в ловушке именно такого дурного побуждения. Не попал, не попал. Ну, его остави дурное побуждение в покое, не остави. Когда дурное побуждение потеряет надежду соблазнить тебя так, как мы сейчас об этом говорили, оно будет стараться сделать это склоняя тебя гордыне, высокомерию, утере скромности и скажет тебе так. Ну, вы совершенно подход. Подошли, с этой не получилось, с этой не получилось, с этой служебный вход с этой стороны. Как он работает, вот этот. Ой, как он к нам относится. Смотрите, что голос произнесет изнутри. Целая речь. Ты достиг уже таких ступеней величия, каких достигали люди благочестивые и праведные верой твоего сердца и совершенством твоих дел в служении Богу. Ты несравненный в своем поколении, единственный среди мышей своей эпохи. У нас вряд ли такие слова появятся. Мы люди более скромные, да, то есть не до такой степени описан человек, который вообще считает себя единственным в поколении, хотя и такое можно, если пишут, значит такие и есть. И действительно мы не находимся среди знаков Тора, которые Тора, именно Тора она может привести его к этому состоянию, сейчас поймем. Именно вот такого почувствовать себя человеком гениальным, почувствовать себя человеком исключительным, который чуть ли не единственный в этом поколении. И тогда и тогда что? Тебе следовало бы демонстрировать свое превосходство над остальными, пренебрежением к ним, умолением их. Напомни об их дурных качествах, возвещай об их злых сердцах, позор их, укоряй за все это, пока не устыдятся они перед Богом и не раскаются в прошлых грехах. Поступай с ними в этом по обычаю пророков, как сказано в Писании, ты, сын человеческий, возвести нам в храме и устыдиться они грехов своих. Вам что-то напоминает это? По моим наблюдениям в более молодом поколении это менее присуще. Это вообще какое-то другое поколение. А вот люди постарше там вот, которые приехали из Советского Союза, которые это просто что называется одевается на них ну просто ну как бы по размеру. По размеру. У нас народ так. первые мы приехали из страны, где надо было спасать. И не частным образом, а глобально. То есть решали вопрос о спасении мира, спасении человечества. Люди росли со знанием таким ответственности за весь мир, за народ, неважно какой народ. Было что-то такое важное, надо было так расшли. Теперь там были идеалы. Идеалы эти были разбиты. оказались без идеала. Приехали сюда, покрутились вправо-влево, смотрят, есть идеалы. И не просто есть. У, выяснилось, что это идеалы тысячелетние, оказывается, вся культура мировая на этом строится, которые и это поняли, это поняли, это разобрались, разобрались. И вся еврейская значит, мировоззрение, вся тысячелетняя еврейская традиция так хорошо оделась на их душу, которая, в принципе, только искала какой-то якорь, где-то сказать, такой твердый. Вот теперь можно, очень верно, действительно можно исправлять мир. Теперь надо исправлять, теперь не понял, исправлять. И всю свою подозрительность, и всю свою критичность, и все свое желание менторское указать всем, постоянно что-то кому-то поправлять, добавлять, указывать, давать хороший совет. Все это приобрело такой религиозный фон, и мы это встречаем все постоянно с этим. Опять-таки, я не знаю, кто встречается, кто нет, я слушаю, неоднократно как мне выговаривают о том, как надо, как не надо, как надо исправлять еврейский народ, как не, вот так не справляют, а тогда исправляют, как положено сделать. А что тут? А тут что тут сказано? Знаете, слышали неоднократно о том, что Тора, как водичка, вода, вода, дождик, дождик, пакет, она на землю. А что в земле? А что в земле есть, то и произрастет. Знаете? Когда мы учим Тору, что в душе в нашей есть, то это и разовьет. Если там есть этот корень, этот высокомерие, фу, то он вдруг, та же Тора, она вырастет в нем человека высокомерного, гордого, который смотрит на всех сверху, следит, будет, и судить, судить обязательно надо, обязательно это правильно делать, вот это неправильно, это правильно, это неправильно, все, собрались, разобрались. Переехал в религиозный район, первым делом смотрит по сторонам, следит. Так это настоящий религиозный, это вообще никто, это переодетый, это вообще никто. Разумеется, это двор, это вообще куда я попал? Все цитаты, это все цитаты, ничего не придумали. Что мы скажем такому человеку? Как можно вообще, как действительно можно выйти из этой ловушки? Давайте только еще более точно очертим эту ловушку. То есть мы тут представили только все как вот наши болеть чувак, брат, и как он приехал, это люди старшего поколения, люди, которые привыкли к этому советскому образу ментальности, где нужно командовать, где нужно управлять, и нашли вот хорошую основу своей или этой личности, которая хочет других подавлять. Ну и по сути реальность, когда есть люди, которые выглядят не совсем достойными людьми, она существует. Представляете себе, что человек действительно учится. Давайте оставим в сторону наши закрутасы. Человек учится. Человек без особо высокомерия в сердце. Учится, меняется. Он видит вокруг себя людей, которые не учатся. Он видит вокруг себя людей, которые не меняются. действительно это объективно видно, это не то, что он следит. Приходится сталкиваться с людьми, мы говорим и о вещах, которые действительно существуют. Тут тема очень-очень важная, центральная, которая касается каждого из нас. Называется о мере правосудия, который есть в нашем сердце. Знаете, как мы будем судить о других людях? Обратили внимание, что у нас есть мнение. Есть мнение обо всем, но есть мнение о людях. Это нормальный, это вообще никто. Да, это не это, это не это, а это не это. Есть у нас мнение? Кроме всего прочего, о том, что если у нас есть мнение, мы тем самым пробуждаем меру правосудия самого правителя, который тоже пробуждается мерам правосудия, и тогда, если мы судим других, он судит нас. Вот, смимайтесь. Мы знаем, что это качество судить другого называется если кав схуд, вэля кав хува. Есть судить со стороны хорошей, со стороны плохой, как это перевести, я не знаю, как это лучше. судить благоприятное и неблагоприятное. О, давайте. У нас как-то вот это благоприятно не получается. А неблагоприятно заметить, что не то. Вот человек заходит в какое-то новое место, скажите, что больше в нем находятся какие чувства, что то или что не то. в первую очередь что не то. Это очевидно, мы полны критики, полны неудовольствия. Страна, тут нет, так ее нет, город, так транспорт, нет, транспорт, соседи, ну, с такими соседями. И пошло-поехало, дни домашние, смотрите, есть люди, которым больше повезло, жена, дети, вырванные годы. Работа оставляет живет лучше. а где ладун лакавсхуд, а где снова это положительно смотреть на мир, а где судить хорошо, где это, почему нету в нашей душе, почему нету? Ответ. Оно само по себе не приходит. Судить неодобрительно это часть, почему так легко? Потому что это часть этого влияния яцерара, влияния этого дурного побуждения. Он там сидит и говорит, ну, посмотри, что не то, что не то, что-то. Поэтому так легко судить одобрительно. Фу, для этого надо делать усилия, надо воевать. Давайте разберем, как воевать. Сколько тут есть? Пять шагов, пять техник, которые каждый из нас должен знать для того, чтобы научиться, научиться, смотреть на других людей и айнтува глазом, позитивным глазом. Увидеть, по крайней мере, то, что увидим, но по-другому посмотреть. Не судить их, не судить их по каким-то своим меркам, которые они не имеют реальной базы. Как это научиться? Снова, снова и снова, только разум, только чуть-чуть разумных доводов. Они могут эту тьму, которая в наше дурное побуждение, оно окутывает нас, они могут эту тьму развеять. Первое, первый довод. А ты отвечаешь дурному побуждению так. Как я смогу пренебречь кем-то и опозорить тех, о чьих сердцах и душах не знаю, каковы они перед Богом? Если кто-то из них представляется мне внешне в дурном свете, возможно, что внутри он иной. Пророки же, когда они стыдили и порицали людей своего поколения, делали это с позволения Творца, который видел сердца тех людей и зло, которое было в их душах. Но мои познания и мудрости не таковы, чтобы прозревать сердца и души и возможность, что сокрытое в глубине души человека, которое мне не нравится, гораздо лучше видимого снаружи. Я же об этом не знаю. И так же может быть, что сокрытое в нем гораздо лучше перед Творцом, чем то, что скрыто во мне саму. Скажите, это не, это уже достаточно аргумента, чтобы просто прикончить все это наше высокомерие и все это наше желание судить других людей. Более того, начать что-то указывать им, начать их обучать жизни, как тут сказано еще, и стыдить, порицать. Были времена, это было более распространено. В наше время люди успокоились. Про молодое поколение вообще речи не идет. Каждый просто сидит со своим этим самым, так сказать, уже приклеенный, не цмадим называется, представленный, то есть они представленный к этому, к этому, я поду, этот я фон, и все, и все. Вообще личность исчезла, она растворилась там, в этом месте. А люди пораньше, хотя бы, а люди более поколения, они что-то еще хотели доказывать, или что-то краснее, или что-то другие поколения были, сейчас все исчезло. И не знаю, может, что вернется, мы не знаем, к чему все, но надо знать, как это бороться, как это, что ответит это дурному побуждению, когда пробудется это желание судить других. Более того, не только судить, но еще и вещать им, еще их порицать, еще их позорить, и так далее, и так далее. Ну, во-первых, если находим источник этого в нашей Торе, то надо знать, что когда человек приходит, и так вещает, и так порицает, и так, знаете, как есть такая фраза, как ее перевести, как пророк в вратах, который, значит, проповедует людям, открывает им глаза, знаете, пророка. Надо спросить тех людей, которые хотят всех осчастливить своим пониманием этого мира. Секундочку, верно, у нас действительно написано, что пророки так и делали, они стояли в вратах города, и они давали мусар этим, обличали, обличали поству, обличали жителей этого города, значит, они их лечили своими речами, раскрывая им глаза, давал им другое понимание мира, человеку хочется это делать. Мы, кстати, видим эту реальность, когда порой бывает, что человек поехал на семинар, услышал какие-то лекции, возвращается домой, выстроил всех своих домашних и начал им сказать, вот, смотрите, вы неправильно, мама, так ходят, мама, смотри, как ты ходишь нескромно. Я тебе родил, это сказать, что ты хочешь. До этого было все нормально, что с тобой произошло, посмотри на твое, это, как ты ходишь, халат твой, или там все это, бакетсур, там, сестру погнал, то всех, на папу тоже претензии, смотри, уставился в этот телевизор, а там что, там ничего, это гроб, куда ты смотришь? человек стал пророком. А ты, а ты что, пророк, у пророка была связь с Богом, у тебя тоже есть, сказано, что пророчество уже еще 2000 лет назад, чуть будет еще больше, на 2400 лет, она уже исчезла из еврейского народа. Там пророки, они вещали, раскрывали, они обучали своего поколения, обличали их, согласно тому, как я посылал им творец. Творец знал, что и в них есть сердце, поэтому посылал пророка, для этого. А ты что, ты знаешь, поэтому точно уж, это же не твое дело. Но тут, это уже уровень такой, который мы только о нем рассказываем, а тот, который есть и перед нами. Это уровень, когда человек не понимает, и что на самом деле ценно перед Всевышним, а что нет. Не согласно его пониманию. Знаешь, у меня был разговор с одной очень культурной женщиной, московский интеллигент, знаете, из того поколения. Человек очень религиозный, дети все религиозные, внуки сильно религиозные такие все. И она пожаловалась. С внуками не о чем говорить. Такие однобокие такие, только Тора, 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 Тора. В искусстве не разбираются. Естественно, что мне было жалко ее, но действительно она, 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 она поменяла всю свою жизнь, и она так много уделила внимания религиозному воспитанию своих детей. Действительно все вышли муцлахим один-один, то есть очень-очень успешные дети. Пришло дурное побуждение. Ей не хватает, что они не разбираются, они не понимали, Римбрандт, там, 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 они, они никогда не слышали, Чайкос, они не слышали вообще про Пикассо, вы понимаете? Они не часть культуры нашей. Теперь. Как этому я подумал, 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 прикинул, действительно, я с моим сыном, у меня тоже не о чем разговаривать, кроме туры. Так это хорошо или плохо? О, так, с точки зрения московской интеллигенции. Это такой существенный недостаток, это отсутствие интеллигенции, это не... Ну, еврей и не интеллигент, еврей и не разбирается ни в поэзии, ни в живописи, ни в музыке, ни в музыке. Как? Это так может быть? И во глазах это было осудительно. А как в глазах Бога? Когда мы придем в тот мир, нас просят, ты понимал, ты знаешь, ты видел картину Пикассо. Тебе Римбрандт нравится? Нас стоит-то спросит там, что он нормальный, причем тут это. Люди, людям надо как-то провести время до гроба. Душа, которая, она создана очень духовно и высоко и должна всецело стремиться к духовной жизни и связи с Богом, не имея этой связи, она должна была найти культа-альтернативу, чтобы не сойти с ума от пустоты своей жизни, отсутствия смысла этой жизни, так она нашла, нашла изобразительное искусство, она изобразила много вещей, которые, в принципе, должно помогать только этой духовной жизни. Оно должно быть что-то второстепенное, как окружать ее, которая, которая как есть, можно сказать, умную мысль, но если ее сказать еще в поэтической форме, это называется щера, это называется, это высшее состояние это духовное проявление, которое есть. Безусловно, и это надо учитывать, в яком сомнении, но сделать из этого сама цель, по сути, в его глазах это был недостаток. Что бы не ответили, просто интересно, что бы не ответили? Я ей посочувствовал, потому что никакой ответ не был бы принят. Есть большинство людей, они не ищут, они не хотят слышать никаких ответов, и тем более, если бы я ей сказал то, что я сейчас вам говорю, ей уже было, по-видимому, ей не 40 лет было, она уже бабушка была, то ей стоит, вы же знаете наших людей, поэтому с ними не надо говорить, надо им сочувствовать. Действительно, я посочувствовал, мне очень стало ей жалко, потому что так много сил было вложено в этих внуков, смотрите, а они ничего не разбираются. Мама, ничего не разбираются. У нее внуки один-один, Толныбе Хахами. Видите, тут сказано, иди, знай, мы не знаем. Человеку кажется, что вот он такой, всякой, мы чуть-чуть другой пример взяли, да, я просто хотел, первое, что прошло в голову, продемонстрировать просто твою саму идею. В нашем понимании кажется, что вот это должно быть осуждено, а в глазах Бога, наоборот, это не осуждение, наоборот, это самое по-видимому и лучшее, что есть. Самая большая похвала у многих людей, которые будут, когда придут в грядущий мир, о том, что они не знают, кто такой Пикассо, первое слышали, кто это такой. Не слышали никогда о нем. Это будет большая, не истратили свою жизнь на что-то, что не имеет смысла в том месте, куда он приходит после всего. Снова, чтобы никто-то не понял, что кто-то против и надо воевать, и никто не знает. Есть главное, есть второстепенное. Это второстепенное, это не главное. Если человек понимает, что есть главное, он может добавить к этому и второстепенное. И тогда, и тогда все искусство, все, что связано, все ее проявления, наоборот, они только добавляют. все митцвотмы, есть повеление сделать это наэт, сделать это прекрасным, красивым. Поэтому требуется уметь рисовать, и уметь красиво петь, и сочинять музыку, и все, 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 что используется, но как второстепенное. снова этот пример, закончим его, то есть этот довод, да, этот довод. Присмотрись. Вы видите человека, и что вы думаете о нем? Думаете о нем плохо. Вы думаете о флос. А на самом деле, мои познания и мудрость не таковы, чтобы прозреть сердца и души, и возможно, что сокрытое в глубине души человека, который мне не нравится, гораздо лучше видимого снаружи. Видите, тут еще одно дополнительное. Он говорит, иди, знай, может быть, что я вижу. Я вижу иногда поведение человека, который себя ведет не очень достойным образом. А иди, знай, может быть, на самом деле то, что скрыто в его глубине души, то есть, то, что скрыто в глубине души, то, что открыто Богу, которое мне не нравится. Гораздо лучше видимого снаружи. Почему? Потому что нравится самому творцу. Видите, как прямо тут сказано, что сокрытое в нем гораздо лучше перед творцом, чем то, что сокрыто во мне саму. О, и тут-то уже приходим. Вторая часть мы ее про забыли. Первую разобрали, а вторую не разобрали. Про другого говорить всегда легче, обратите внимание. А тут и про себя из этого можно сделать вывод. Если я понимаю о том, что мысли, которые у меня есть, о другом, я его сужу и считаю его человеком недостойным, да, недостойным я все считаю, да. Но это согласно моего пониманию, а согласно пониманию Бога это не так, наоборот. Это самое достойное, что есть. Значит, на этом мысли не должна быть закончена. Значит, все наоборот. Тем самым, что я выяснил, что мое понимание этого мира, оно не значит, что я не угоден Богу. Я всю жизнь прожил о том, что мои дети, мои внуки должны разбираться в мировой культуре. И оказывается, что это было самое... Это было то, что скрыто в нем самому. Но перед Всевышним это было не одобрялось. Это первый. Второй довод. И если внешне он кажется плохим, да, есть люди, которые мы осуждаем, то есть у нас есть какой-то... Вот этот не, вот этот человек, это не, это не, короче, плохой. Возможная причина состоит в том, что он не знает своих обязанностей перед Творцом. Притом, ему легче оправдаться, чем не, из-за недостатка разумения, ведь Творец взыскивает людей по их разумению. Откуда у нас эта хуцпа, наглость? Даже не наглость, а просто отсутствие разумности судит других людей. Вот, например, человек. Знаете, это уже фраза, которая уже избита, все ее знают. Как только человек поднялся на одной уровне своей праведности, тут же, значит, кто повыше, это фанатики, а кто ниже его, это вообще никто. Ну, все это знают, это ясно и очевидно. А кто правильный? Я. Вот такой, я нормальный. А эти кто? Эти фанатики, эти такие, мы там все судим, всех расставили сказать. Нормальный. Надо знать, надо все быть, вот как я, вот это соблюдать. Как мы можем это делать? Скуда мы это знаем? Почему мы можем этого судить, он никто. Он тоже вроде исполнает, но почему он никто? потому что, потому что, потому что, я встаю на меня, скажем, нет, пораньше, а он попозже. Я молитву молюсь, скажем, 20 минут, а я вижу, он заканчивается за 5 минут. И я вижу, я вижу, как он произносит, крятшма, и я вижу, как он говорит, бархот, смотрите, я вижу, как он одетый, я вижу, как у него кипа, с полосой, без полосы, бакетур, есть такое, такая, всякая, а что вы мне рассказываете, я же вижу, как он человек. Допустим, что это так. Допустим, что у него вообще кипы нет. А ну, посмотрим на наших родственников, не надо далеко уходить. У нас есть право их осуждать. Кроме того, что нам точно уже нельзя, потому что мы сами такими были, забыли уже про это. Это уже отдельная история, не про это говорю. А просто, скажем, мы выросли в доме религиозном, на людей соблюдающие и так далее, смотрим на людей светских и так далее. У нас боль за них должна быть. Это должна быть боль самого Творца, который сотворил и ждет от них, когда они придут и не приходят. Это да. Осуждение? Что ты, куда ты лезешь? Это капкан, который у тебя расстал от дурного, дурного побуждения. Почему? Потому что оно сделает хэшбон, оно сделает, сделает общий подсчет. А вот скажи мне, кому больше претензий к Богу? У кого у Бога больше? Кому у Бога больше претензий? Человека, который уже понял, осознал и не делает это как положено? Или человек, который просто еще не дошел до этого? Мы же тоже не сразу поумнели. Был период до того, как, до разумности. Нет, с кого больше он взыскивает? А если он взыскивает явно кого? Сто, который понимает, осознает. Значит, кто более в его глазах является, как бы, кому больше претензий? Получается, что тот факт, что я сужу других людей, сужу такого человека, который, а он, в принципе, еще не знает, ему особых претензий нету. Он еще попадает под определение, называет тенок жены жба, как ребенок, которого захватили. Плененный ребенок. И вообще он несет ответственность. Я вообще не знал, не понимаю, о чем речь идет, о чем вы говорите. Кому будут претензии? Кого будут наказывать? Тебя? Чего ж ты его судишь? Чего ты его судишь? Какое право у тебя есть? Наоборот, ты пробуждаешь правосудие против тебя. Снова. И если внешне он покажется плохим, возможно, причина состоит в том, что он не знает своих обязанностей перед творцом. Он не знает, что лучше приходить на утрешнюю молитву, чем позже. Может быть, он не знает, что молиться 3 минуты, а не 15 минут. Может, он не знает, как ходить, может, не знает, как уходить. Неважно. Ему легче оправдаться, он не знает. Из-за недостатка разумения. Ведь творец взыскивает с людей по их разумению. Вот это правило. Творец взыскивает с людей по их разумению. Чем больше человек понимает, тем больше с него взыскивается. выходит, что я более чем он могу оказаться отвратительным творцу. Вау! Я думал, что я, 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 я смотрю на всех с высоты, а оказывается, я отвратительный Бог. Из-за того, что я в большей мере не исполняю свои обязанности в служении ему при моих познаниях о нем, что тот человек с его слабой познаниями творца, ибо он противится творцу по невежеству и по ошибке. Тогда, как я противлюсь творцу, зная его со злым умыслом, он шойгей, он называется, он это, ошибается, а я намеренно. Ну, с кого больше будут, с кого больше будут судить, кто будет более угоден, вдруг окажется, что я более отвратительным, я человек соблюдающий, религиозный, чем иди человек, который это не... Ну, так у нас есть право на это? Явно, что нет права. Это довод второй. Третий довод. И также возможность, что зло, которое в том человеке, видимо и открыто. Тогда, как добро спрятано и сокрыто, а у меня все наоборот. Мы часто смотрим людей, но мы же их не наблюдаем 24 часа в сутки, мы людям наблюдать, мы все время следим. Не уследили. Только Бог, он самый лучший сыщик, 24 часа, ничего, все, постоянно, это Магаль Сагур, это съемка 24 часа в любом месте, где ты только не находишься. Ну, но это только Бог. А мы что, тут и тут и сям. Иногда бывает, даже называется, если мы так хотим найти недостаток, иногда в каждом человеке бывает, так сказать, падение. Из 100% проведенного времени, там 5% не очень удачно. И как раз на эти 5% нам, а, вы хотели, нам это покажут. И что мы будем думать об этом человеке? И эти 5% они как бы будут представительны, они будут, они то и представляют его. А все 95%, которые мы не знали, сколько делает он милосердия, сколько делает он хороших дел, и как он, у него есть какая-то внутренняя работа духовная. И он достоин Божьего милосердия и прощения больше, чем я. Одна его добродетель стоит больше, чем многие мои, ибо ее никто не видит, кроме Творца. И не восхваляет его за нее, и не воздаёт за нее почести. А у меня же все наоборот, поскольку видимое людям во мне лучше, чем видимое во мне. Человек в основном, как я простой человек. Конечно, я человек милосердный, но я же не дам, чтобы это люди не знали. Расскажу остальным, вот помог, этому помог. Это же вы все как-то понимали, что я не просто так, я человек хесель, я сам хесель, само милосердие. И мне кажется, что мое милосердие, я действительно его делаю, действительно помогаю, действительно, но при этом, естественно, что не упуская случая, это рассказать, поделиться, ну, чтобы и остальные люди знали, может, и зная, может, это будет тоже как чему-то хорошему. Получается, снова, что я еще хуже, еще более настоящий неугодник, ибо я это делаю как видимо для людей, а этот человек делает как невидимо для людей, и это скрыто. естественно, что он более угоден в глазах Бога, чем я. Это третий довод. Четвертый довод. Подобно этому много можно сказать и о грехах. Один мой грех стоит многих его грехов, ибо мой грех скрытый, тайный, а его видимый и всем известный. Все, наоборот. Только человек снова начинает думать, это пахнет походами, это страх, 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 страх. Человек думает, а вот этот вот такой, этот всякой, этот нарушает, этот, как он так мог себя повести, а еще религиозный. Но вы же тоже религиозный, вы себя ведете достойно всегда и везде. Один мой грех стоит многих его грехов. Он сделал 20 грехов, я сделал один, приблизительно одинаковый. Почему? Ибо мой грех скрытый и тайный, а его видимый и всем известный. Да, действительно, так получилось, что он согрешил и все это видели. Ну, а я как грешу? Никто не видит. Никто не видит. Где проверка человека? Помните, говорили, как он себя ведет сам и на людях. То есть, он будет с тем же усердием что-то либо выполнять, исполнять, когда его видят в сравнении с тем, когда его не видит никто, только сам Бог. Ну, посмотрим, выясняется, кто истинный намерник, который у него есть. Ибо мой грех, скрытые тайны, его видимые и всем известны. Из-за того, что его грех, осуждаем людьми. И это засчитывается как часть наказания. Обратите внимание. Так, как это видно, то, что он сделал. И люди его рассуждают. И ему из-за этого уже стыдно. Стыдно, что вообще просто, даже если слова не сказали, это факт, что кто-то это заметил, уже неприятно, уже часть наказания. Это страдание. Страдание, это всегда не очищение человека. А уменьшается его наказание после смерти. У меня же уменьшается награда за мои дела в этом мире из-за того, что они всем известны. И слава, и почет за них засчитывается мне как часть награды. У меня забирают то, что полагается в грядущем мире. Мне дают тут. Почему? Потому что я опустил на показуху свою праведность и свое, я знаю, милосердие, знание и так далее. У меня же награда за его добрые дела остается для будущего мира. У него. Остается. А у него же награда за добрые дела остается для будущего мира. А у меня нет. Почему? Я тут израсходовал. Я получил все тут. Чем? Вот. Валили тут. Вызываю похвалу на себя. Называется. Удачно. Но получил тут. Не имею там. Ему наказание за грех уменьшается в этом мире. Поскольку люди осуждают вас за этот грех. У меня же все наказания за грехи остаются для будущего мира. Это четвертый довод. И пятый довод. Последний. Как будто не хватает этих, которые мы сказали уже достаточно, чтобы отбить у нас охоту один раз и навсегда судить других людей. А больше заняться самим собой. Если я стану занимать мое сердце надзором за пороками людей, наблюдением за их дурными душевными качествами, свойствами, то это помешает мне видеть собственные недостатки. уберет себя от собственных пороков, хотя я нуждаюсь в этом больше и больше, чем другие. А ну, секундочку. Тут попался. Это называется под конец это попадание в точку. Где тут основная проблема? Кроме всего всего мы перепутали. Что происходит с человеком? Что такое высокомерие? Высокомерие это слепота. Знаете, что происходит высокомерие? Это прозрение. Это слепота или прозрение? Это полная стопроцентная зрячесть, прозрение по отношению ко всем вокруг меня? И это полная слепота по отношению к самому себе? Мы все время что-то наблюдаем людьми, судим других. Других. Само занятие наблюдением за другими людьми, оно забирает у нас возможность следить за собой. Слышите эту мысль колоссальную, которая тут есть? Вы занимаетесь другими, все, значит, вы уже освобождены от наблюдения за собой, как будто вы не в поле зрения, вы не должны себя менять, себя критиковать. А ну, снова прощу. и еще, если я стану занимать мое сердце надзором за пороками людей, приятно, и наблюдением за их дурными душевными свойствами, вот он такой, почему, вы чувствуете, как приятно, какое-то приятное чувство, когда видим этот полусумасшедший, кукурику, да, и этот кукурику, и сразу, знаете, такое ощущение, такое, какое-то блаженство, такое, знаете, приятное, такой, этот внизу, ну, значит, я наверху. Возвысился, почему, потому что того опустили, себя приподнял, но ты себя приподнял не объективно, а за счет другого, уберем другого, кто ты останешься, ни с чем, может быть, сам кукурику, не знаю, это помешает мне видеть собственные недостатки, уберегать себя от собственных пороков, хотя я нуждаюсь в этом больше и больше к тому обязан, то есть больше других, и более того, я просто обязан этому, не заниматься другими людьми, перестать следить за другими людьми, надо начать это, знаете, из кого, перестать следить за женой, жена должна перестать следить за мужем, хотя это самое практически центральное занятие, которое у нас родители должны перестать контролировать, обратите внимание, следить, да, это их не обязанность, контролировать своих детей, надо их воспитывать, не контролировать, следить, да, а то, что всех остальных уж точно уже, что вы, причем тут, человек должен заняться самим собой, помните, как мы начали занятия, война, с Ессором раз, ну, мне надо воевать, будешь воевать с ним, то есть самим собой, будешь с другими миром жить, вот видите, вот все это снова и снова проявляется с самых разных сторон, захочешь жить в мире с собой, будешь со всеми воевать, будешь следить за ними, будешь, но у тебя не останется времени на самого себя, и заканчивая тот словами, говорит, в этом я похож на больного, которого его собственная болезнь беспокоит больше, чем хворит других людей, и излечения себя самого больше, чем лечения других, тогда дурное побуждение будет разбито и повержено, то есть, если человек, у нас нет уже времени, то тоже надо это, ну, идея ясна и понятна, любая попытка осуждения других людей, любая попытка построить себя за счет других людей, это происки этого дурного побуждения, которое пробуждает наше я, наше эго, то есть, оно его раздувает больше той мерой, которая, ну, есть на самом деле, которая заставляет нас смотреть на других людей с пренебрежением, а то и начать им указывать, начать им давать какие-то ценные указания, это не часть еврейской жизни, надо все силы свои уделить не других людей, а на самих себя, видите, ясно, четко написано, и тогда дурное побуждение, что все идет от этого дурного побуждения, если мы это поймем, разберемся, оно будет разбито, повержено, порухожим, человек освободится, и как прекрасно, здорово, и хорошо, и легко жить без этого груза постоянной ответственности за плохие поступки других людей, надо, человек спокойно, оставьте это Богу, пусть он разбирается со всеми людьми, нам, дай Бог, хоть чуть-чуть разобраться с самим собой, хоть чем-то поменять самих себя, брат Ашем, будем молиться, что мы этого удостоились, всего доброго, привет, от этого селега.